Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии». С вами Ирина Чекунова. А в гостях у меня Мария Анатольевна Бачурина, заместитель главного врача областной клинической больницы, заведующая терапевтической службой, врач-пульмонолог. Мария Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Тяжелое время переживаем все мы, но на врачах особенная ответственность. Практически два года, да, вы на передовой. Как справляетесь? Что сделано, что изменилось в стенах областной клинической больницы, чтобы помочь больным коронавирусом? Врачи областной клинической больницы достойно, на мой взгляд, справляются с поставленной задачей. На территории областной клинической больницы развернут инфекционный госпиталь, в составе которого функционируют два пульмонологических отделения. Пульмонологическое отделение номер один и номер два. В том же корпусе, где расположено пульмонологическое отделение номер один, функционирует отделение реанимации, которое оказывает помощь тяжелым и крайне тяжелым больным с новой коронавирусной инфекцией. Также в областной клинической больнице на территории инфекционно-пульминологического отделения номер 2 оказываем помощь беременным пациенткам, пациенткам гинекологического профиля, пациентам, которые нуждаются в процедуре программного гемодиализа, а также оказываем хирургическую помощь. При необходимости на территории областной клинической больницы оказывается помощь пациентам с острым инфарктом миокарда, с нарушениями ритма, то есть возможно проведение стентирования коронарных артерий при необходимости, имплантация электрокардиостимулятора, нейрохирургическая помощь. То есть то, что назначается человеку, помощь разнообразна, это решают так называемые консилиумы врачей, то есть сообща решается, куда направить человека и что ему нужно прописать. Первично решение о том, куда направить человека принимает единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи, который занимается маршрутизацией, то есть простым языком распределением пациентам в зависимости от его жалоб, от его профиля. Если пациент просто болен новой коронавирусной инфекцией и необходимо это подтвердить или уже ясен диагноз, то маршрутизация осуществляется по территориальному признаку. Инфекционные госпитали функционируют не только в Твери, но и в Тверской области. Если же необходимо оказать пациенту специализированную, высоко квалифицированную помощь или высокотехнологичную помощь, то тогда маршрутизация осуществляется в зависимости от профиля. В нашем госпитале оказывается, как я сказала, уже помощь пациентам, пациенткам беременным, гинекологического профиля, а также помощь хирургическим пациентам, пациентам с болезнями системы кровообращения. В других госпиталях в Твери тоже есть определенная маршрутизация, которую соблюдает единый диспетчерский центр. Ваш совет жителям региона, если у человека начался насморк, если начался кашель, держится температура, то когда надо вызывать врача и что должно в первую очередь обеспокоить? К врачу нужно обратиться сразу. Обеспокоенность вызывают такие симптомы, как повышение температуры выше 38 градусов несколько дней подряд на фоне жаропожнижающих препаратов и затруднение дыхания. Тут уже нужно вызывать скорую медицинскую помощь. То есть это уже медлить нельзя. Здесь вообще важно время, когда человек попадает в больницу? Очень важно. И почему важно не бояться госпитализации? Потому что многие пишут, я читала, что лучше лечиться дома, лучше не попадать в систему больницы. Госпитализация осуществляется только по показателям, которые строго прописаны. Доктор приемного отделения или единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи принимает решение о госпитализации только в соответствии со строго регламентированными показаниями. Это не по желанию того человека, который услышал обращение, вот этого я положу пациенту, а этого я оставлю дома. Есть четкие показания, которые прописаны, им исследуют доктора. Что мы можем сказать о медикаментозном лечении? Какие лекарства показаны таким больным? Как они меняются в зависимости от вируса, который сейчас господствует на территории региона? SARS-CoV-2 это вирус, который относится к семейству коронавирусов. И коронавирусы до недавнего времени рассматривались как те агенты, которые не вызывают тяжелых заболеваний. В 2002-2004 году и в 2012 году были вспышки, вызванные коронавирусами, которые затронули нижние дыхательные пути и вызывали тяжелые респираторные симптомы. И вот уже в начале 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила начало пандемии. SARS-CoV-2 относится к семейству коронавирусов, роду бета-коронавирус. И SARS-CoV-2 насчитывает более тысячи генетических ответвлений. И Всемирная организация здравоохранения предложила унифицировать эти ответвления, обозначать их буквами греческого алфавита. А чтобы все могли ориентироваться, все врачи мира в этих вирусах, то такие вирусы могут вызывать особые опасения, а могут не вызывать особых опасений. То есть вирус SARS-CoV-2 может нести функциональную нагрузку, то есть привести к тяжелому заболеванию, а может и не привести. Вот такие вирусы, которые требуют особого внимания, названы буквами альфа, бета, гамма, дельта и вот сейчас новый омикрон. Но они все являются коронавирусами, поэтому подходы к их лечению и к профилактике, в том числе вакцинации, они одинаковы. На них действуют противовирусные препараты и против этих вирусов разработана вакцина, которая является единственным способом профилактики. То есть Ваш совет жителям региона это вакцинироваться и еще раз вакцинироваться? Да, мой убедительный совет. Я совместно с докторами областной клинической больницы, которые не раз прошли вакцинацию повторную. И используем меры барьерной профилактики, то есть носим маски, не стесняемся этого, мы бережем свою жизнь. И жителям Твери и Тверской области мы советуем поступать так же. Помогите, пожалуйста, врачам, облегчите труд, потому что те люди, которые применили вакцину, которые вакцинировали, они вне всякого сомнения либо не болеют, либо болеют очень легко. Как врачи сейчас выдерживают эту нагрузку? Вы и Ваши коллеги, как держитесь? Ну, это настоящие люди, которые выбрали свою специальность, которые пошли на работу в инфекционный госпиталь по зову сердца. Поэтому их оптимизма, их работоспособности, их любви к пациентам хватает для того, чтобы выдержать эту нагрузку. И умения хватает. И умения хватает, самое главное. Спасибо Вам огромное за участие в программе. Я думаю, что жители региона прислушаются к Вашим советам. Уважаемые друзья, сегодня у меня в гостях была Мария Бачурина, заместитель главного врача областной клинической больницы, заведующая терапевтической службой, врач-пульмонолог. Спасибо, здоровья Вам. Будьте здоровы, уважаемые друзья. Не болейте. До свидания. До свидания.